в чем парадокс понятное дело что рубль падает растет доллар и предположим что драма а как же тогда доллар падает по отношению к драму вот проясните пожалуйста эту ситуацию ну курс любой валюты определяется курс и курс любой валюты это фактически цена товара на рынке он определяется просто предложение если очень много людей хотят купить драм и в обмен на него сдать какую-то другую валюту то драма укрепляется и в данном случае большое количество капиталов не только в рублевом виде но и виде этого валюты потекло для экономики армении что драма укрепляется в экономике редко бывают такие вещи которые однозначно хорош или достаточно плохие это очень некомфортная ситуация для экспортеров для тех у кого издержки в драмах а доходы в валюте это не комфортная ситуация для тех кто например получает переводы от своих родственников которые живут во франции в сша потому что в драмом выражении они стали получать меньше это зато это очень хорошая например поддержка для внутреннего рынка потому что армения импортозависимая страна если ваша национальная валюта укрепляется то импорт вам обходится сравнительно дешевле и мы можем увидеть на примере например с соседних с армении стран что в армении была самая низкая инфляция она была конечно по 1 высокая но по сравнению с грузией я уж не говорю про там на турцию где вообще там порядка 80 процентов по итогам 22 года была инфляция в армении тряса очень сосны чуть чуть больше 8 с половиной процентов даже плюс ко всему укрепление драма очень играет на руку правительству потому что позволяет существенно сокращать госдолг и что и собственно произошло по итогам 22 года а вы какую динамику видите к лету или концу года как будет вести себя драма ну все будет зависеть от продолжения притока это собственно до двух факторов вот именно один армяно-российский так его назовем да будет ли продолжаться такой приток переводов денег из россии в армению в первую очередь россии в армении если он сохранится на плюс-минус темпах которые были там в январе-феврале то драм будет по-прежнему довольно крепким по крайней мере по отношению к рублю а еще это будет зависеть от решения опять же с чего мы начали федеральной системы по сша по ставкам если они дальше будут поднимать ставку то драму к доллару возможно слегка ослабнет по крайней мере уже будет там не 390 драмов за один доллар а может быть там 400 410 если же фрс развернется и скажут все окей мы прекращаем повышать ставку то доллар довольно сильно будет скажем ослабевать и возможно что драм по-прежнему будет удерживаться вот на уровнях выше 400 но это опять же предсказывать курс валют это последнее дело на самом деле это слишком много факторов влияет на всю эту историю к тому же вот если вспомнить прошлый год начинался год по кроме я прилетел открывать свою карту в армению в апреле двадцать второго года и за один рубль давали меньше четырех драмов то есть рубль был вообще как бы а в июне когда я уже сюда переехал с семьей я чувствовал себя королем потому что за один рубль семь граммов давали тут уют тогда была и своя история в рубле тогда напомню было вроде 50 рублей за доллар был период аномального крепления рубля к доллару жилье собираетесь купить в армении вопрос вот почему вот к чему а известно что жилье щас небывалый строительный бум в армении да он же не на пустом месте наверное какое-то определенное значимое количество приехавших мигрантов хочет обзавестись и здесь не бывает на пустом месте такая стройка а или ван час практически одна сплошная стройка по отзывам что вы скажете на этот счет и как вы собираетесь покупать жилье или не собираетесь не могу я сейчас так прокомментировать потому что ереван сплошная стройка я не видел ереван в предыдущие годы но до судя по опять же статистическим показателям строительные отрасли растет хорошо по многому это кстати связано с программой которая действует в армении когда покупателям жилья в ипотеку государство возвращает уплаченный ими налог на доходы физических лиц и вроде как уже я слышу критику со стороны разных армянских экспертов этой программе что пора бы ее сворачивать уже и так слишком сильно мы разогнали спрос на недвижимость не могу нет у меня пока точного мнения о том что покупателями покупать пока наверно ближайшее время планирую может быть снимать в разных местах смотреть где где интереснее но тут же еще большой вопрос желание продавать у меня есть знакомый который хотел купить недвижимость и та квартира которым приглянулась осенью сейчас вот он уже готов купить а ему уже не продают потому что владелец передумала ее продавать и теперь он ее сдает и по большому счету цены на недвижимость еще очень сильно разгоняются тем что квартир на вторичном рынке не так уж и много потому что многие собственники делают бизнес сейчас на сдачу квартиру аренду но тут опять все может резко поменяться мы же прекрасно понимают какой политической внешне среди находится армения по кроме ли я отлично помню в сентябре когда вот были несколько дней агрессии азербайджана на армянской границе как очень сильно просили цены на аренду недвижимости я тогда смог на полгода перезатучить по более выгодной цене аренды договора на своих денис на ваш взгляд как на взгляд экономиста да вот ситуация в армении она уже достигла какого-то экономического насыщения пресыщения или же еще есть какие-то точки роста еще есть какие-то заделы для того чтобы было какое-то взрывное развитие или уже плато конечно же за дело есть взять хотя бы размеры безработицы да то есть больше 10 процентов 13 процентов безработицы это большой кадровый потенциал для просто бизнеса здесь в армении большое количество людей которые находятся за пределами армении и делать из диаспора в первую очередь которые могли бы вернуться инвестировать я думаю что ситуация 22 года она уникальная и нельзя говорить что она вот вывела вертикально армению на какую-то там армянскую экономику это новое плато вполне возможно корректировка с этих уровней все будет зависеть от дальнейших политических событий в первую очередь в россии будет ли большой отток тех людей которые привез сюда свои капиталы и там свои компании вы второй очень большой фактор неопределенности это развитие отношений с восточным соседом если я кстати именно вот этими политическими рисками и объясняю очень низко инвестиционная активность армянской экономики зачем вкладывать здесь деньги в развитие крупного завода если там завтра ты снова сможешь оказаться в транспортной энергетической блокаде что прекрасно всем гражданам армении по 90-м годам знакомая ситуация как только будет достигнута какое-то политическое регулирование какая-то определенность будет уверенность в том что правила игры на какие-то несколько десятков лет вперед как минимум определены вот в этой ситуации я не исключаю очень только второго резкого роста армянской экономики но уже по другим причинам и здесь еще даже вкладывать в сторону в политические моменты мне кажется что у армянской экономики большой должен быть потенциал будущего роста именно в сфере развития человеческого капитала у страны которые не имеют выхода к морю нужно брать тем что можно продавать через каналы связи и через какие-то услуги например в области образования в области медицины в том же области айти это общее место уже стало сравнение армении израиля в плане того что воюющие нацию пребывающие состояние в ображебном окружении с большой диаспоры но если к этому сравнению присмотреться чуть ближе то есть конечно большие нюансы но тем не менее ставка на высокие технологии на образование медицину на улучшение человеческого капитала если в целом обобщать сделаны в израиле сработавшие в израиле ставка вполне может быть примером для подражания в армении но это не вопрос завтрашнего или послезавтрашнего дня это вопрос полномерной работы и стабильных условий игры и превращать политических условий на ваш взгляд армения может стать мощным региональным экономическим центром и вообще правильно ли организуется все это вот экономическое содействие придавшим капиталом но в данный момент армения занята более оперативными вопросами главное что главное не сейчас главное балансировать и удержать этот баланс между с одной стороны членством армении в евразийском экономическом союзе и по очень-очень плотной интеграции с россией да ведь здесь весь газ контролирует российские компании и по-прежнему россия крупнейший торговый партнер и на импорт и на экспорт для для армении и военная база здесь находится ну в общем мы все понимаем глубокие связи армении с федерацией а с другой стороны желание избежать вторичных санкций наказания со стороны западного мира за сотрудничество с россией и именно этим кстати тоже еще можно объяснить очень аккуратно и поведение банков армянских которые очень боятся нарваться на какие-то финансовые санкции со стороны зарубежных партнеров поэтому сейчас задача переварить объем информации новый объем людей объем денег которые принес армении 22 год перевариться наименьшими негативным последствиям для себя вот такой будет следующий шаг сейчас очень трудно даже планировать можно какую-то это все-таки вероятность устроить что если будет так то тогда будем делать если так то это но мне кажется даже до этого еще сейчас главное удержать то что есть людей технологии капиталы и не нарваться на наказание за какую-то там возможные санкции как недавно и в интервью со мной робот я николопов говорилось достаточно это одного какого-нибудь там дерзкого пронырливого бизнесмена который может все страну подвести под большие негативные последствия если он там задумает провести какой-нибудь запрещенную на запрещенную продукцию в россии